Добрый день дорогие друзья! Добрый день! В эфире телепередача День студентов МЦК ЧМК. Сегодня с вами Данил Тимуков и Данил Кожанов. Студенты Межрегионального центра компетенции Чебоксарский электромеханический колледж. И ведущие данной телепередачи. И гости нашей студии Светлана. Иванов Светлана Алексеевна, заведующая заочным отделением нашего колледжа, а также выпускница нашего учреждения. Добрый день! И Иванов Леонид Борисович, начальник отдела практики и трудоустройства, а также выпускник нашего колледжа. Здравствуйте! Дорогие друзья, сегодня наши передачи начнут последние новости нашего колледжа. В прошедшее воскресенье в России отмечали замечательный праздник – День матери. В честь этого праздника наши студенты организовали концерт для преподавателей и сотрудников колледжа. Ребята читали тематические стихи, воодушевленно танцевали и исполняли вокальные номера. И, пользуясь случаем, мы хотим еще раз поздравить всех мам с этим праздником и поблагодарить за работу и терпение. И еще одна новость про творческие и не только достижения наших студентов. Ирина Степанова и Артем Лебедев прошли финал российской национальной премии «Студент года-2019», который состоялся в Казани с 22 по 26 ноября. Наши студенты достойно выдержали непростые конкурсные испытания, среди которых были и самопрезентация, и собеседование, специальные тестирования, диктанты, решение кейсовых заданий, защита проектов и ролевые игры. Спасибо ребятам за достойное представление нашего колледжа. И в спорте успели проявить себя наши студенты в выходящей неделе. 27 ноября состоялись финальные соревнования по волейболу среди первокурсников в рамках спартакиады колледжа. В финалу предшествовало более 40 отборочных игр, в которых приняли участие 28 учебных групп. По итогам финальной встречи победу одержала группа «Э-1-19». Поздравляем победителей! А спартакиада колледжа продолжается. И впереди нас ждут соревнования по баскетболу, настольному теннису, футболу и перетягиванию каната. До новых стартов! Уважаемые телезрители! Неделю назад наша передача была посвящена учебе и организации в МСК ЧМК Минобразование Чуваши. В эфире программы мы задали вопрос телезрителям. Какой любимый предмет был у заместителя директора Кузнецовой Ольги Борисовны? К сожалению, никто не дал правильного ответа. А правильный ответ является уравнение физической математики. Дорогие друзья, тема передачи сегодня – 75 лет МСК ЧМК Минобразование Чуваши. И давайте, как по сложившейся традиции, прежде чем задавать вопросы, проведем небольшую разминку. Вы готовы? Конечно. Наш БЛИЦ. Опрос. 5 вопросов, 5 ответов. Лучше быть выпускником 1980 или 2020 года? 2020. 80-х. Лучше быть студентом или все-таки преподавателем? Преподавателем. Студентом. Какой режим дня лучше? Рано вставать или поздно ложиться? Я думаю, рано вставать и поздно ложиться. Поздно ложиться. Экзамен лучше автоматом или все-таки как все? Как все. Как все. Шпаргалка плюс или минус? Конечно же плюс. Вы справились с бить запросом, но про шпаргалки я бы хотел узнать поподробнее. Действительно можно пользоваться? Конечно. То есть, когда студент пишет шпаргалку, он однозначно прочитывает еще раз, прорабатывает материал и запоминает лучше. Срабатывает моторная память. А у вас на экзаменах можно шпаргалками пользоваться? Ну, если преподаватель не увидит, то, конечно, можно. Запоминаем. Дорогие друзья, сегодня тема нашей передачи «75 лет электромеханическому колледжу». 75 лет – это же 1944 год. Давайте познакомимся с прошлым нашего колледжа. Внимание на экран. Молодежь приходит сюда за востребованными профессиями. Этой дороге знаний уже 75 лет. За столь солидный срок с трудовой жизнью выпущены целые поколения высококлассных кадров. Традиции и инновации – тот крепкий слав, который обеспечивает постоянное развитие образовательного учреждения. Те, кто стоял у истоков, сразу задали ориентир, подняв образовательный процесс на высокий уровень. С тех пор это основа основ. Качество образования должно быть самым современным. История техникума связана с Чебоксарским электроаппаратным заводом. Осенью 1941 года в столицу Чувашии было эвакуировано оборудование Харьковского и Ленинградского электромеханических заводов. На новой площадке сразу начали выпускать военную продукцию. Производству требовались квалифицированные кадры. По приказу Наркомата электропромышленности республики 6 октября 1944 года в Чебоксарах открылся электромеханические техники. В первые годы пришлось непросто. Не было учебно-материальной базы, наглядных пособий. Преподаватели объясняли материал буквально на пальцах. Специальные дисциплины читали заводские инженеры. Обучение велось по двум профилям – электроаппаратостроение и холодная обработка металлов резами. Первые 11 выпускников получили дипломы в 1947 году. После войны промышленность остро нуждалась в инженерах и техниках. Контингент учащихся РОС пополнялся штат преподавателей. В программе появились новые специальности электроприборостроения и производства кабелей и проводов. Все выпускники направлялись на предприятие, а потом некоторые возвращались в родные пенаты преподавателями. Это обуславливало хорошие результаты образования. И завод направил меня сюда на работу переводом. То есть это получается, что я с 1956 года работаю в техникуме как бы преподавателем. Прежде чем начать работу преподавателем, я работала мастером на участке. Поэтому уже знала и станки хорошо, и способы обработки металлов. Ни разу я не пожалела о том, что я перешла сюда преподавателем. Давайте побеседуем с гостями нашей студии. Сколько лет в вашей жизни связано с электромеханическим колледжем? Ребят, представляете, целых 20 лет. Ну, я посчитал тут, у меня что-то немного поболее, 37. 37 лет. А можно поподробнее? В 1998 году я поступила в колледж и являлась студенткой специальности маркетинг. Затем стала лаборантом, и обучаясь в колледже на четвертом курсе, я уже начала работать. Затем я стала преподавателем колледжа, а сегодня я являюсь заведующим заочного отделения. И мне нравится моя работа. Ну, я поступил в техникум в то время еще, электромеханический, в 1982 году. Меня призвали в 1983 году в Советскую армию. И в 1985 я продолжил обучение. Ну, и закончил в 1987 году. Первая запись в моей трудовой книге, это было, наверное, в сентябре 1985 года. Далее я работал на должностях инженер, зав. лаборатории, зам. директора. Сейчас являюсь начальником отдела практики и трудоустройства. Дорогие друзья, я уверен, что у нас в колледже много замечательных преподавателей. Можете вы рассказать о своих преподавателях? Ну, конечно, я всех их помню. Но легендарные у нас были преподаватели. Рудольф Иванович Голицын электрические измерения ввел. Киногюр Иванович Ванюков, систему ЧПУ. Иван Степанович Петров электронику ввел. К сожалению, их с нами сейчас нет. Но здравствующая Татьяна Васильевна Ефименко, она проживает сейчас в Москве. Рудакова Людмила Павловна вела программирование. Привет им. А у меня самые легендарные преподаватели – это была Золина Мария Александровна. Именно этот преподаватель привил нам, экономистам, любовь к электричеству. Сегодня замдиректора – это Кузнецова Ольга Борисовна. Она вела у нас математику. И все ее уроки были как по чтению художественных книг. Каждый урок был уникален. Сегодня преподаватели, которые работают в колледже, и также преподавали у меня – это Васильев Климен Геннадьевич, физкультура. Никифорова Лена Ивановна, информационные технологии. Ребят, сегодня ведь Лена Ивановна и у вас преподает? Да, и Климен Геннадьевич тоже преподает у нас физкультуру. Здорово. Представляете, Леонид Борисович преподавал у меня. Я буду преподавать у вас на следующий год. И, возможно, вы тоже станете преподавателем колледжа. Ну вот, моя специальность мне очень нравится. И, возможно, в будущем я буду обучать ей других детей. Какие скрытые таланты у тебя есть? Какие у вас есть пожелания колледжу в честь 75-летия? Я бы хотела пожелать нашему колледжу огромных успехов. И действительно талантливых студентов, инициативных, творческих, как вы, ребят. И нашему колледжу также успешных студентов, лучших, среди лучших. Спасибо. Ну, противодавать и отметить свое 100-летие колледжа имеется в виду. Свои пожелания колледжа также высказали наши студенты и сотрудники. Внимание на экран. Что ты можешь пожелать на 75-летие колледжа? Чтобы мой колледж продолжал становиться лучше, чтобы он обновлял оборудование постоянно, чтобы достигал новых вершин, чтобы его студенты становились все талантливее и талантливее. Дорогой колледж, поздравляю тебя с твоим 75-летием. Желаю тебе долгих лет процветания и, конечно, идти только вперед. Чтобы программа нашего колледжа выпускала самых одаренных студентов. В эту знаменательную годовщину желаю всем не сворачиваться своего пути, добиваться поставленных целей и оставаться жизнерадостными. Чинг-а! У молодых красивых студентов были стипендии стабильные. И нам тоже хорошо было с ними работать, дружно. Дорогой колледж, поздравляю с юбилеем. Желаю нам всем больших успехов, побед, целеустремленности и спочтенности. Поздравляю с юбилеем колледжа. Желаю нам всем сплоченности, целеустремленности, совместных успехов и больших многократных побед. Друзья, главное богатство колледжа за 75 лет – это его выпускники. Первый выпуск состоялся в 1947 году. 11 человек окончили колледж. А сейчас свыше 50 тысяч человек стали выпускниками колледжа МЦК ЧМК. Это получается каждый десятый житель Чебоксар. Ну, раньше было распределение выпускников по всему Советскому Союзу. Сегодня наши выпускники живут и трудятся не только в России, но и за странами постсоветского пространства. Наши выпускники – это профессиональная кадровая основа экономики Чуваши и России. Среди наших выпускников – руководители предприятий. Много наших выпускников удостоены государственных наград. Наши выпускники входят в руководящие органы, главы районов. Также у нас есть участник симфонического оркестра, чемпион мира и Европы. Как сложилась жизнь вашей группы? Сегодня и всегда мы после колледжа общались с моими одногруппниками. И, конечно, они работают, мои одногруппники, и в городе Чебоксары, и в других городах России. Есть известные личности. Они стали хорошими специалистами. Большинство работают именно по специальности, которые приобрели именно в колледже. Не в вузах, а именно в колледже приобрели специальность. И я хочу сказать, ребят, на самом деле студенческая жизнь, она, наверное, другая, не как в школе. И благодаря студенческой жизни сегодня я общаюсь со своими одногруппниками. Мы дружим с семьями. И все здорово. Они стали очень хорошими людьми. Ну, наша группа в 87-м году еще действовала система распределения. Ну, система распределения заключалась в том, что, во-первых, их направляли по всему Союзу. И, во-вторых, рейтинговая система была. У кого средний балл в дипломе выше, они заходили и выбирали места для направления первыми. Понятно, да? Ну, и все наши выпускники, я с ними, однокурсники мои, я с ними общаюсь, можно сказать, все состоявшиеся люди. А вы можете вспомнить какие-нибудь веселые истории из студенческой жизни? Ну, наверное, веселые истории – это, наверное, все-таки поездка на картошку. На целый месяц. Целый месяц? Да, начало сентября – это, как правило, 2-го, 3-го, 4-го сентября. Значит, утром обед, завтрак, обед, ужин в колхозной столовой, а вечером – дискотека в сельском клубе. Интересно. А я, ребят, помню наши студенческие годы, что благодаря именно нашей старости, которая именно была центром сплочения нашей группы, благодаря ей мы всем коллективам раза два, три, а бывало и четыре раза в год ходили в поход, в палатках, это было очень здорово, весело и очень творчески. И поэтому, наверное, именно от старости зависит сплочение группы. Я желаю вам этого же. Спасибо. Как вы думаете, как изменился колледж за 20 лет? За 20 лет, конечно же, поменялся педагогический состав. Поменялись различные технологии, преподавания, методики, оборудование. Достаточно много талантливых студентов, интересных. Что еще, Леонид Борисович? Ну, дух электромеханического колледжа, как был, он и остается такой же. Ну, наверное, у нас по своей студенческой жизни, у нас питание, обеды в столовой были по талонам, где-то 40 копеек. Интернет тогда, как таково, вообще мы и не знали, и не думали, что с собой представляет этот интернет, что это будет. Гаджетов таких не было. Письма писали на бумаге, отправляя в конвертах, через почту. Вам, наверное, было сложно привыкнуть, когда вот интернет только появился? Или вы быстро освоились? Ну, почему? Ну, быстро освоились. Человек к всему быстро привыкает. Давайте посмотрим, какой наш колледж сегодня. 21 век выдвинул новые задачи. Техникум предстояло перевести на стандарты колледжа. Система обучения стала перестраиваться на качественно новый уровень. В 2008 году колледжу присоединились Чебоксарские профессиональные лицей и профессиональное училище номер 19. Обновленную многопрофильную организацию возглавил Алексей Судленков, заслуженный работник профессионального образования Чуваши. В истории учебного заведения открылась новая страница «Смелые идеи. Инновационные разработки». При поддержке стратегического партнера концерна «Тракторные заводы» ЧМК победил в конкурсе приоритетного национального проекта образования. Столь высокую оценку получила программа по подготовке специалистов для высокотехнологичных производств в машиностроительной отрасли. Это стало началом отчета ярких побед. Модернизация принесла свои планы. С 2009 года при колледже действовало уже три ресурсных центра – машиностроение, ХАС, электроники и технологии, Лапвейв и современных сварочных технологий. Позже здесь открылся сертифицированный учебный центр «Международный сварщик». Эффективным признан проект по подготовке специалистов в области энергетики. Большим событием стало открытие ресурсного центра, где ковались кадры для производства и обслуживания высокотехнологичной электроники ЭЛАРа. С этим предприятием колледж сотрудничает уже полвека. В партнерах колледжа – ведущие предприятия республики. В 2016 году на его базе в Чувашии создан межрегиональный центр компетенций в области промышленных и инженерных технологий. Один из семи появившихся в стране. Обучение в нем строится по отраслевому принципу, отвечая потребностям инновационной экономики. Специализация Чувашии – автоматизация, радиотехника и электроника. Главная задача – готовить кадры по ряду перспективных профессий, указанных в топ-50. В электромеханическом колледже обучают по 10 из них. Дорогие друзья, сегодня было много рассказано о нашем колледже. Давайте подумаем, что может быть в будущем. Вот мне кажется, что в 2044 году это будет уже 100 лет. Да. А вы бы хотели посетить 100-летие нашего колледжа? Конечно. Сегодня у вас есть такая возможность. Мы вручаем вам приглашение на 100-летие колледжа МЦК ЧМК. Вот, возьмите, пожалуйста. Можете посмотреть. Спасибо. Подходит к завершению цикл «День студентов МЦК ЧМК». Давайте в завершении еще раз напомним, каково это учиться в МЦК ЧМК Минобразование Чувашии. Внимание на экран. Педагогическая деятельность должна строиться на современных инновационных технологиях. Их успешно внедряют в колледжи. Преподаватели и учащиеся работают над творческими проектами, занимают призовые места в различных конкурсах. Это цвет студенчества. Студактивный. Идет мозговой штурм. Интересно наблюдать, как подчас вскоре рождаются эффективные идеи. Система воспитания, разработанная в колледже, получила высокую оценку на всероссийском уровне. Здесь успешно действует студенческое самоуправление, молодежное общественное объединение, студенческая федерация. КМК – прекрасный трамплин в будущее. И выпускники хорошо это понимают. Выйдя из стен «Альма-Матер», свою дальнейшую жизнь они связывают с техникой и электроникой. Я после колледжа сразу пошел работать на Илару, на предприятие наше производственное. Вот там сразу наши колледжские ребята сразу отличались. Они сразу же базу знали, потому что у нас здесь не только было обучение, была еще и производственная практика. Мы уже руками умели работать, как бы делать, и это была очень большая помощь. У нас после двух недель стажировки на заводе, нас сразу отправили на объект в Москву, и мы сразу там начали работать уже, получается. Здесь были внизу производственные цеха, где мы травили платы, паяли сами элементы, получается. Идет в ногу со временем. В его составе уже шесть учебных заведений. В дружную семью ЧМК вошли Чебоксарский электротехникум связи, машиностроительный техникум и училище номер восемь. Образовательный процесс постоянно ориентируется на запросы инновационной экономики. Раз мы сейчас объединяемся, то мы решили изменить саму систему управления. То есть мы переходим на некий такой вузовский, факультетский принцип управления. То есть идет специализация корпусов. Для того, чтобы нынешний молодой человек был востребованным и состоялся как профессионал, он должен обладать широким кругом компетенции. Главное – правильно сделать выбор и доверить свое обучение профессионалам. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Для нашего колледжа проект заканчивается. Но Чебоксарский электромеханический колледж остается навсегда. Приходите к нам учиться. Будем каждого рады видеть в стенах нашего колледжа. До скорых встреч. До свидания.